Перепись – дело важное и в прямом смысле слова грандиозное. Подготовка к ней начинается задолго. Сейчас на дворе 2018-й, а все мысли специалистов статистического учета в 2020-м. Именно тогда начнется процесс сбора важной аналитической информации о жителях Российской Федерации. Но обо всем по порядку. Сначала первый этап пробной переписи. Впервые в истории России в интернете. Заполнить переписной лист можно на портале госуслуг с 1 по 10 октября. Эти данные не войдут в перепись 2020 года ни в коем случае. Это техническая проверка. Просто очень прошу вас быть активными, помочь государству. Все же ждем помощи какой-то от государства. И государство говорит, я жду помощи от вас в данный момент. Для заполнения переписного листа вам понадобится около 15 минут. Причем это можно делать в несколько этапов. По завершению процедуры вы получаете специальный код. Но он понадобится лишь жителям 10 пилотных районов нашей страны, где состоится второй этап пробной переписи. В этот раз Московская область в этот список не включена. Возможность переписаться через портал госуслуги есть сейчас у всех. Пожалуйста, окажите содействие. Информация, полученная в ходе переписи, вот именно через портал госуслуги, она нигде не будет использована. Абсолютно. Она не нужна будет. Она для другого нужна будет. Для аналитики. Сколько людей готовы воспользоваться. То есть расчет тоже пойдет, сколько нам нужно переписчиков, сколько, опять же, этих планшетов нужно, сколько участков нужно. Второе. Есть и какие-то взбои в программе. Это тоже как бы важно. Для применения подобных технологий в переписи настоящая генеральная репетиция просто необходима. Предлагаемая процедура не займет много времени и действительно проверит систему на прочность. Тем более, что пробная перепись покажет готовность жителей страны участвовать в онлайн-опросе. И при положительном отклике отдать свой гражданский долг в 2020 году можно будет перед экраном своего компьютера, планшета или телефона. Анна Раченкова, Константин Химичев. Информационная программа «День».